Что бы было, если бы Кунка знал, что можно не просто играть в доту, но и делать на этом ставки. На самый черный black hole. Скоро начнется интернешнл, и у вас есть возможность поставить именно на 1xbet. А по ссылке в описании вы получите плюс 100% к первому депозиту. Букмекерская компания 1xbet. Привет, дорогие зрители моего канала. Я очень надеюсь, что сейчас есть люди новенькие, которые зашли на этот канал. Друзья, если вы все-таки думаете, что ролик будет неинформативный, то сразу вам скажу, этот герой возможно поднимет за вас ММР. Невозможно, а процентов 90 того, что вы на этом герой, сможете поднимать за ММР. Поэтому, если вы все-таки не знаете, на ком вам сейчас начать играть, так называемым словом, если вы обусловить, мейнить, какого героя мейнить, какого героя сделать сигнатурным, то этот ролик возможно для вас. Смотрите до конца, может быть вам понравится, я расскажу про его виды сборок, расскажу про его стиль игры, и в целом расскажу его силу на линии. Значит, этот герой для нас Ликантроп. Ликантроп не через кэри, хотя через кэри тоже можно играть, только немножко другой закуп, и немножко стиль игры будет отличаться. А через мид, который быстро покупает себе доминатор, с доминатором покупает некра, и идет до вис. В общем, игра у нас сейчас должна быть легкой, примерно, ну, потому что я примерно вижу контрпики. Самый страшный контрпик Ликантропа, это, наверное, блатсикер, который рапчуре не дает вам двигаться. Это жесткая линия против него, какая-нибудь дабла, трипла, потому что Ликантроп вначале на линии не такой сильный, как обычный, ну, как многие другие герои доты. Да, у него регион неплохой, да, у него стопов много. Но при всем этом у него могут быть проблемы, если к нему придет дабла, его очень сильно пробивают с руки. Плюс он милишник, и у него относительно медленная тычка. Хорошо было бы на Мальч и Дивайн. Самое... Скорее всего, петух будет закидывать к фидорам. Да, правда. Сейчас замучу временно, чтобы рассказать вам ситуацию. Самое главное на моей линии... Кстати, хорошо, что пауза, я успею за паузу рассказать все. Самое главное на моей линии, как можно скорее купить себе первую хадресочку. Помимо хадресочки у нас есть великолепные варианты покупать себе колесо на броню, на возможный Владмир, который куплю, на Квилку. Но я хочу быть с треххадреской, потому что, посмотрите на героев, прям конкретно в миде меня задушить никто не сможет. Ну, Дота так устроена, что есть тычки персонажей хорошие, есть тычки персонажей плохие, есть средние. Например, у Визжа тычка плохая, все это знают. А Сварка тычка средняя, у Медузы ниже среднего, у Скайя средняя. А у меня прям топ-1 тычка, как у Варлока, наверное, тоже топ-1. У Спектри тычка хорошая, но мало урона. У Валликана и урон, и топор, и он милишник, и тычка. Короче, у него есть все, плюс пассивка, которая дает урон. Да, тут его нерфит максимально, но при всем этом, Валликан Троп до сих пор силен. На линии постараемся прийти себе первый сладок хадреску, перед этим еще перейти все везет ангусик. Может, кстати, везти себе хадреску сразу же с кольца, без рецепта, потому что рецепт стоит столько же, а колечко дает нормально. Ставим паузу, потому что, наверное, еще о чем рассказать. Помимо этого, герой сам по себе дослуживает от того, чтобы об этом говорить. Есть несколько вариантов раскачек. Я видел раскачку через Влатар Млет Мом, но она уже устарела, поэтому я предпочту вот раскачку одну из этих. То есть, та, которая играет через Доминатор, плюс Некра. В чем же сила? Сила в том, что Лекан — это уменьшенная версия Визажа, которую он показывал. Плюс Лекан чаще выигрывает линию, чем Визаж. Потому что на высоком рейтинге Визажа очень легко выиграть на линии. А Лекан даже на высоком часто выигрывает линию. Я недавно просто играл против Лекана на мэне, и попался Лекан, которому Лину просто перекосил. На седьмой минуте купил себе Доминатор. Кстати, это очень хороший тайник для тех, кто не в курсе. И просто с Доминатором ультой пошел, съел Лину с крипом лесным. Поэтому, друзья, если вы все-таки не понимаете мощь, просто нажмите когда-нибудь на 6-ом левеле ульт с двумя балками и с каким-нибудь Доминатором крипом. Это очень жесткая сила, потому что все крипы бегают с вами с огромным уроном. Они просто бегут, волки критуют, вы критуете. В общем, жестко это. Помимо этого, раскачка у меня будет разная. То есть, есть три вида раскачки. Раскачка, когда под вас берется либо Бруда, либо Мипа, в которой вы играете без волков, площадь до 9-го левела. Вы максите Феррел Импульс и домаксиваете Хау, либо Хау в двойку и берете волков. По игре мы всегда берем мульты, это очевидно. Он очень много дает с прокачкой, укрит урон, уменьшение АКД. Это хороший вариант. Помимо этого, нужно понимать, есть ли контраст с умоном. Если мы играем против героя с хорошей контрой с умоном, мы не берем волков до 8-го левела. Ну, в этом мало смысла будет. Либо если нам нужно фармить лес, берем волков. Если же мы играем через тяжелую линию, нас гнобят на ней. Туда можно взять волков, взять на днерочку Хау или максить Феррел Импульс, чтобы легче стоялось. Я тут не в курсе, Феррел Импульс прокачки дает вам реген ХП. То есть, вы будете иметь 7 ХП регена в секунду, если у вас замакшены Феррел Импульс по 7-му левелу. Плюс бонусный урон, что позволяет вам лучше фармить лес. Поэтому, друзья, присмотритесь к его скиллам и решите, что для вас интереснее в определенной игровой ситуации. Помимо того, что про интерес, я говорю, на нем сборка вот эта через Доминатор и Некра, она основная. Но после этого идет выбор между БКБшки, как я тут вижу. Возможно, Владмир, но Владмир я не особо люблю. Кираса вкусно, Дизоль вкусно. Сашияшу не люблю. МКБ редко можно. Можно Балтор нулифайр против Фантом Лансера. Но Лекан боится чего еще боится? Он боится героев формарированных, таких как ДК, который контрит суммонов. Он не любит тинкера с аганимом, который просто мешает, и суммоны постоянно умирают из-за того, что он спамит марши. Неприятно. Также Лекан боится Блаттигера, как я уже сказал, потому что не убежать под ультой, хотя в этом сила Лекана. Лекан боится героев с гастами, таких как Некрофос. Ну, то есть, хотя Некрофоса можно пуржить Некрами. То есть, ну, ладно, ребят, меньше числов, больше дела. Кстати, да, еще забыл сказать, что я очень люблю стики в целом в доте. Потому что, ну, Реген от Ману, а Лекана Манопул небольшой, он постоянно везет волков, и нам Ман Регена будет не хватать, поэтому купим себе стики на линию. Постараемся купить их первым слотом. Танга даст мне? Наташ, мне Тангусик, дружище. Мне одного хватит. Ну, видимо, не даст. Ну, и ладно. В следующей игре даст. Так, я размучаю их. Самое время поиграть в доту. Я бой. Купим себе колечко. Посмотрим, кто Мидис. Мидис Sky, возьмем стики. Хороший фард из Варлока, мне нравится. Редко довариваться, если... Ой. Вау. Я заберу, чувак, оставишь мне? Поставим, ну... Ты просто делал Данайбл, они могут Данайбл, я бы с Тангусом бы съел. Да, забирай его, они заберут. Да, это я заберут. Блядь, вот эта ошибка от Варлока очень критическая. Он забрал по 1,4 левел у меня. У тебя этот, скорее всего, будет... Господи, визаж. Да, я... Неважно. Он берет мистерный, страна. Все. Да, у меня ужасно. Спасибо. Ай, ебать. Это скай. Это скай. Ну, спектрить тяжело будет на линии, там скай. Ну, я линию точно выиграю, друзья, я уверен в 100%. Мой герой выигрывает эту линию. Он очень силен. У меня либо Медуза, либо... Визаж. Оба эти героя слабее по тычке. Да, возможно, Медуза будет мне... Так, так сказать, докучать свои змейки, и я буду идти крипов вас видеть. Да, это Медуза Медуза Медуза. Да, Медуза Медуза, нормально. Я ее выигрываю. Вообще легко. Он пытается меня похорашивать, но у меня просто тычкает еще раз лучше, чем у него. Я буду все крипов у него добивать, он ничего не сделает на линии. Вот он должен крипать, через змейку добилась, а не крипов они добивают никак. Я просто Медуз сейчас перенесу этот Медуз назад. Видите, ребят, то есть, ну, тут весь вариант, конечно. Шел. Змейку кинул в крипов. Видите, мне даже не пробивает. Просто герой такой. Он будет сильно проседать на Меде очень. Да, я знаю. Но это все равно пиздец. Кто-то, конечно, подумает, что это хауля. Хауля, хауля, не особо важен. Достала до меня. Да, конечно, нормально, парни. Он постоянно харасит просто на Медузе. Психопат какой-то. Видите, сами-то, да какой урон, ребят? То есть, все колечко сразу... Ну, и стики важнее на линию. Так и надо. У меня харасит, на любом случае я перефармливаю в тысячу раз. Это видно. Да, почему змейка так скачет? Ну, ладно. Сейчас ям себе тунгусик следующий. Что он купился? Брестбен. Отлично, добил крипам. Нельзя вставить из крипов. За пассивку, чтобы больше регениться. Трудно мне, трудно. Мне трудно, потому что меняет куры с лаской, которые могу себе привезти. Он может змейку сейчас кинуть, развить мне блять с этой змейкой. Зачем тебе позвал? Ты не, я повел, а ты кто-то себе ее знал. А, ну пиздато. А, ну пиздато. Они куру нафидели. Я не могу привезти всех отрезку, которая на линии важна очень. Такой, где, аккуратно, ковер там, у шарта все тоже очень плохо. Ладно, ну и тоже плохо, что мне сейчас не произошло. Когда я не знаю, я сидел крипам. Я просто под вышку стою, мне все нахуёло. За посоление пойду на базу, я встанились к криповам. Мне нет подрезки, мне нужно забрать ее с базы. Они убили курицу, значит, что у отличный змейка проебанно. Ну вот это хорошо, что у меня фрифарма даешься, на самом деле. Все, я тут точно через волков играю. Буду очень получше. У меня нет регена, сами видите, у меня отходерска лежит на базе. Стики могли бы сейчас приехать. Никакой бы не переагреваешься. Я уже отсталый, блядь. Надо взять пассивку в тройку, чтобы все не проседать. Реально отсталый. Отлично. Отлично, забнали крипа. Я потеряю немножко хп из-за этого дальнего крипа, но сами видите, что... Мне нужно получить 6-й левел быстрее, чем медуза, чтобы убить ее. Внук лиф на крипа. Чтобы не умер этот крип, чтобы сданать его. Он еще хп, даже за динайного не получил. Хауль можно иногда юзать, просто чтобы добивать крипов. Либо просто, чтобы давать команде хп бонусную. Бафнуть чьи-то сумоны. То есть в этом суть хауля. Ночью он еще сильнее бафается. Насчет талантов в лекан, они все сильные, поэтому берите в ситуациях. Я, наверное, урон люблю брать на десятом. Многие берут броню, то есть когда давят сумонами. Как раз скажем, мы слоем. Наши мне курицу не рюзнули. Людей фласки, чтобы точнее просить, кто-то. Плохой хил. Тронтан. Да, что это не. Ну и ладно, все, знал, не уронжа. Не добью ренджа. Поверьте, забивать им не собирать, а там нет смысла. Сейчас выпей просто фласку, амили. Ходорески зарегенят, у меня огромный регент будет, и он не сможет. Что-то считает. Осталось все равно. Ну и ладно, я знаю, уронжа в очередной раз. Тычка, тычка. И добьем. Он повезет испортанный крепан и медузин. Ролюшись появилась. Попытаюсь у него держать. Что вы делаете? О, до меня не долетела змея, очень странно. Кстати, должна была долетать. Он уже стик как-то петь. Ну ладно, я меди буду, я так понимаю. Ну пусть душит, что. У меня все это круто. Анна, с поворотами дозы. Руна отдали. Давай его принять. Нет, лучше. Вот они меня подушили, я ставлю, я ставлю, я ставлю, я ставлю. Я мог взять ульт и убить его на скай. Не знаю. Могу нажать ульту или скай, нет? Ну если я под скай подойдет, я наверно юзну ульту и побегу за ним. Я не уверен, что урона хватит на них или нет. Ну, что-то придумаю. Рейндж был очень важен, должен был пытаться добить его. Скай на то пошел, скорее всего. Не, он на миде стоит. У меня дота зависла просто. Видели, да, наверное, у меня просто дота зависла. Причем на записи это будет видно, но по факту у меня комсинтолько сильнее, что она не может лагать. И, скорее всего, дайте проблемы. Пусть стоит миди скаин. На сену, видите, все нормально. Вот, ребята, счет там у меня 1200 хп, это вам героя. Это не слышно. Мой герой 1200 хп, огромная тычка. И что мне может сделать миди? Я стою под рейн-дропами, под хедреской, и регенюсь, миллион хп. Да, он мешает мне, ну типа, и что? Да, он мне портит крипов, и что? Я мог сейчас не брать посевку четверку, но поскольку линия тяжелая, лучше взять. Можамит вард, пожалуйста, у меня два героя. Я не знаю, когда меня захотят убить. Я их ебу, типа, но хотелось бы видеть их после. Я все донаю, миди. В общем, я мог бы убить Медузу сейчас соло, если бы не было рядом с ним тиммейта. Но сами понимаете, что иногда тут бывает такая, что, ну, приходите изобретать и ну, типа, не делать какую-то хуйню, не давить. Есть замедление хотя бы? Нет. Я здесь скал, тебя не слышно. Пытается пушить линию. Раз, два, три, раз, два, три. Да, слышно. Пытается динайти крипов мне или что? Батюми уроны жесткие. Дезомиатор бы побил бы эту дуру, кстати. Она очень сильно поставляется. Что-то тащит линию. Ну, давай, микрепов. Все, ну, все, я у него все донаю. У меня есть призрежать стики. Я, кстати, на следующем левеле уже будет доминатор. Я там нападу на нее и убью. Еще волки будут сильные. Пускай раздох. Да нет, подушку залез по игландю. Шарбейдал, мне за него очень. Это хорошо, типа, мне нравится не о чем. Ну, скорее всего, играет через змейку. И без щита, в общем. Отлично. Я все опасно. Ну, я, блин, я не верю, что без доминатора бьют. Лучше не рисковать в данной ситуации. Лучше просто фармить доминатор аккуратно. Видите, ребят, то есть побили дабло и не смогли ничего сделать. Я вот за счет этого все просто перефармлю их. В обоих причем. Все, три доминатора. Заминатором я нажму стики и нападу на Медозу. Проверить, что закрепит. Можешь прыгать. Пойдет в мид очередной раз. Кентавр и Урс. Я думаю, что Сурси больше шансов бить. У него больше урона. В этом возможно приручу. Доминатор, нажму стики и пробегусь. Я лечу. Я могу тоже полететь, но не хочу. Не хочу тратить время. Значит, придет пушить, я нажму волков. Хауль. Видите, ребят, да это работает? Просто съедай его. То есть просто съел Медузу. У них щит был, если что он. То есть вот, я ультра реализовал сразу же. Вы можете делать то же самое. Даже пример оценивать урон. Чтобы научиться оценивать, мне понадобилось игр 5, наверное. Герой несложный. То есть, это очень... Да. Что это такое? У меня герой в миде в инвизии, ребят. Я не знаю, кто это за герой. Визаж, наверное. Ну, просто туда в хаунд спитре отправился. Просто бегал. Да, визаж был в миде. Чеклепный челик. Вот, ребят, реализовали ультер. 90 секунд пока фармим. Фармим мы не края, без сапога. Сапог нужен только на статичных линиях, когда мы на кэри играем. Пока что это сапог useless. Идем на линию. У меня Медуза ушла, но у нее ничего нет. Она к нам пришла. У нее вообще грустно. У него трансфектант, фу, ловый, блять. Развести взял толстый урон, посмотрите на мой урон. Плюс 67 на 9-й минуте. Это, типа, ну, очень жестко. Опять же, проблема, что в этот урон вы всегда сможете нанести. Ну, если есть предположения, где они фарды, то это Майкните, я пособью. Клиф нажали, Медуза бежит на линию. Парни всегда не нужно принесли. Я просто не подпущу ее к клипам. Пусть уходит. Все равно не фармим. Она пропустила пачку крипов. У меня два героя опять в миде. Второй запушить линию, может, скорее. Я подхожу, но я без Галема. Служит уже забыть, я без Галема. Вот видите, ребят, я и крипов тут всех добил. Из-за динайл. У меня все отлично, типа, мне помощь не нужна. Я сейчас просто каждую кд ульты буду убивать кого-то. Просто, типа, стойте на других линиях, помогайте спектре, там, и так все пиздато. Блядь, брат, ну я же мигал, ну че-то стоил, ладно. Да я уже фармлюсь, ну, среду. Можно было, конечно, взять тролля, но мне Урса все равно больше нравится. Тролль, Урса на базу перегонится. А пофармлю линию. Все ко мне, видите, Медузу линию запустил в очередной раз. Да, выфармим, будем убивать. Даже нормально, я сейчас сам буду спейс. Так, мне нажима на. Я надо убегать, наверное. У меня сейчас дом будет, может, он будет убивать. Раньше, когда была игра дом 2, я все время думал, что это игра дом 2, и никогда не хотел играть. Все, убил, бил. Тебя серьезно что-то там, говорю, я подумал, что я шучу сейчас, но это факт. Я типа, просто, ну, не хотел играть дом 2. Мне нужно аккуратно. Я нужно аккуратно. Да все, можно подраться. У меня же с... Будет ульта, не будет хаваля. Смогу без хаваля убить? Не, не смогу, нужно пофармить немножко. У меня уже в Кура приехала. У меня в Кура запакованная прямо сейчас. Можете пофармить немножко? Нафармить для... Белта. Тогда Белта два спота. Я подожду. Ньюзас, пожалуйста, курица 30 секунд. Мне там ничего не хватает. Я нажму просто, чтобы в команде дать помощь. Не знаю, почему я не фармю. Ну, потому что мне сейчас пропустить крипов в лицу шанс такого нет. Пусть двойку. Здесь у него маны. Ну, нет маны, лол. Я пробегусь за ним. Что мне тут мешает? Маны нет? Проверьте могилку. Что-то карма губить, с вами я вкатился. Ну, не вкатывается. Тоже подраться. Пусть из жопых. Да, пасил же куру не юзает. Ну, вот серьезно. Ну, как будто я не слышно. Ну, ладно. Все равно вольты нет. Никакой игрок смысла мало. Вот, ребят. 12 минут мы пока объем крипов. Не так как на визаже. Мы не можем бить быстро Рошана. Но, сам видите, это мощь. Просто бежим за челом и все. Ну, они просто... Пока что я только Медуза. А скоро у меня будет Некра, который будет так же есть. И там ничего будет не сделать. Ле, ребят. Я просил курицу не трогать. Буквально 30 секунд. И все равно, блядь, не приезжает к ним и храмы. Я не слышал. Сори. Но резерный я не знаю. Ой, я не знаю башню. Я мог знать башню, я помню. Я забыл совсем что-то. Ну и ладно. Что ты упал с меня? Сваркуручь нажимал? У него хоть знает. Помогите им, если можем. Так вот сделаем. Ну, это мало. Все, с Некрами, и на ксуртой мы будем убивать. Я не хочу бить от Сларка, а еще Медузу еще раз убить. У меня просто бесит. Тупо, лично неприязнь. Крестный, блядь. Хотя можно в топе подраздновать. Я лучше Медузу убить, не знаю. Медуза или Сларка. Медуза или Сларка. И те, и те. Нет, в топе моя команда сами делаются. Отправлю крипа на разведку, если что прибегу, помогу ему. Медуза бежит. Тут можем бить ее. Там, что это происходит? Блядь, ну это, на самом деле, онлак. Но все равно ее съем. Дальше под Шайном, тут не важно. Отлично. У меня т.п. не было вроде. Душим, душим. Можем башню сразу же. И панель с башней пройтись. У меня вообще все много. Ну, он сдался, типа, лишний. Да. Ну, ладно. То есть, вот, видите, ребят, встали в миде, по фрифарм или поденали крипов у Медузы. После этого мы просто бегаем и все сносим. То есть, сейчас у нас будет та самая стадия у Ликантропа, когда вы забираете фритавера. Когда вы играете на карьере Ликантропе, ваша задача ломать вот эти башни. Примерно к седьмому леву. Ну, там SkyMax за руинелом всю игру, он снизу ушел и спидел. Да, он пришел на миде. Но, вместо этого не было. Петь, башню. То есть, вот, ребят, как Ликантропа, просто может выиграть линию даже против даблый и треплый, то есть, вообще неважно. Дом. Можешь големов, next time, ебать, когда этот, просто башни побить. Глянь, того превращал. Я имел ввиду, пофармить, типа, големом. Ну, да и ладно. Я хотел, кстати, приучить крипа другого. Так, куру не дали. Ну, ладно. Что мне куру ведет? Мне и мне ведет. Почему показано, что мне... Не хочу некра юзать. Просто у меня некра третьего на базе. У меня некра третьего на базе, мне их нужно забрать. Бля, закуп медузы, это, конечно, просто шок. Все, поехали. Типа, можем в трону, у меня некра есть третье? Можем. Наверное. Можем, можем. Вот так, ребят, на Ликантропе можно кончивать игры на 15-й. То есть, вы можете делать на 20-й, на 15-й, там, на 21-й. Но просто советую вам, друзья. Если вы хотите на нем научиться, то просто поспамьте его. Герои невероятно сильные. Кручевые закупы, это Ликана, это Доминатор плюс... Доминатор плюс... Так, овчарки приучить, овчарками замедлить. Ну, все, красиво. Это Доминатор плюс некра третий. Потом уже выбираем между БКБшкой, Кирасой, Дезолятором. Ну, тут вариантов много и не стесняйтесь экспериментировать. Я же вот такой закуп выбрал, мне понравился он и как бы... Похер на него. В общем, ребят, надеюсь, вам ролик понравился. Если да, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, добавляйте друзья ВКонтакте, добавляю абсолютно всех. Помимо этого, могу сказать, что... Если есть какие-то вопросы, которые вы хотите задать, пишите и в комментариях, и в личку ВКонтакте. Я отвечаю всем, как можно скорее, и в свое время часто я разгребаю. В очередной раз покажу, что закан, чтобы не думать, что на 1, на 2к играю. Ну, тут почти 4 тысячи, это рейтинг больше, чем у большинства моих зрителей. Я уверен. Поэтому, ребят, герой хорошо работает. Я на нем играю мало, практики на нем мало, поэтому вполне можете его поспамить. Сильный герой. Как Бруда, как Мипа, как этот визаж. Берите с памяти, друзья. Ладно, спасибо за просмотр. Всем пока.